Всем доброго дня, с вами Санатурщик Леха, и сегодня на канале у нас юбилей, сегодня выходит сотый ролик на канале, поэтому надо показать что-то прям очень красивое, и чай кофеек сахаровый кипяток, погнали! С эпичной заставкой пока у меня проблемы, поэтому пока будем наблюдать как я завариваю чай. Со временем мы это исправим. Итак, перемещаемся в коридор. Пришло время наводить красоту. Для этого на Алиэкспресс заранее приобрел трафарет для имитации кирпичной кладки. Натираю трафарет подсолнечным маслом в надежде, что гипсо-штукатурка не будет прилипать. Надежда не оправдалась. Начинаю лепить кладку снизу вверх, так если идти сверху вниз, то в нижней части будет проблемно прикладывать трафарет, на последнем ряду, это будет прям вот критично. Края старался выровнять под более естественные, с помощью обычной мокрой кисточки. От имитации идеально ровной кладки мы отказались. Хотелось что-то новенькое, то есть необычное, поэтому купили вот такой необычный трафарет, алюминиевый. Скажу сразу, редкостная шляпа этот алюминиевый трафарет. Если будете делать нечто подобное, берите пластиковый, не пожалеете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделать по-быстрому одну стенку полностью, а потом взять мокрую кисточку и быстренько все подремнить не получилось. Процесс занимал очень много времени, а гипс быстро застывал, поэтому супруга тоже подключилась, чтобы хоть как-то наверстывать темпы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сам коридор небольшой, не менялся с момента черновой отделки, в ширину метр двадцать, то есть с креслом пройти можно, высота потолков будет делать два с половиной, ну оптимально, то есть ни много ни мало. Хоть коридор и небольшой, но времени съел довольно-таки немало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не стоит обращать внимание на то, что авто работает в прямом смысле босиком. Кто бы что ни говорил, но даже без теплых водяных полов в доме вполне комфортно. Денег на отопление было вбухано очень немало, но совсем недавно узнал, что можно было в принципе неплохо так сэкономить. Хочу поделиться интересным электрообогревателем от компании Коузи. А где здесь экономия? Ну, во-первых, мне бы не пришлось закупать и собирать столько оборудования для котельной. Во-вторых, для монтажа достаточно лишь повесить конвектор на стену и вставить вилку в розетку. Они хорошо работают в связке с термо-регуляторами. Проект и особое знание в монтаже здесь в принципе-то не нужны. Ну и в-третьих, эти конвекторы Коузи потребляют мало электроэнергии. Для обогрева комнаты в 15 квадратов нужно лишь электроконвектор мощностью 0,7 кВт в час энергии. Другими словами, для обогрева моего дома в 150 жилых квадратных метров сейчас тратится 11 кВт в час энергии. Ну, котел на 11 кВт. Ну, если бы я использовал конвекторы Коузи, то согласно заявленным характеристикам, я бы тратил 7,2 кВт в час. С переводом на русские рубли сейчас я трачу 66 рублей в час, а с такими конвекторами тратил бы 42 рубля в час. То есть экономия составила бы 30% в месяц. Да, кстати, за счет малопускной нагрузки может работать совместно с альтернативными источниками энергии. Например, ветряк, то есть солнечные батареи панельные, ядерная подстанция в АСБУнкере, как у меня пока собирается. Но полноценный и детальный тест с разбором этих конвекторов я проведу в своем мастерской, там, где будет холодное помещение, и мы протестируем, насколько они эффективны. Ссылочку на конвекторы Коузи я оставлю в описании. Перемещаемся в коридор, наши кирпичики подсохли, и теперь зашкуриваем края, которые, на мой взгляд, не соответствуют заявленным требованиям. Ну, а после прям хорошенечко загрунтовываем. Продолжение следует... Теперь окрашиваемся в белый цвет. Белый цвет это будет имитация раствора между кирпичной кладкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Полностью белый цвет тоже выглядит неплохо, хотелось оставить. Но, по задумке, кирпичики будут серыми. Красными мы даже не рассматривали. Никаких красных кирпичиков. Не-не-не, не надо. Берем валик губку, им удобно катать по вершинам штукатурки, не пачкая ниши. То есть, как раз кирпичики станут серыми, а белая часть раствора останется белыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но, как бы сильно не старался, скорее всего из-за маленького валика, в некоторых местах все равно пришлось опять-то вкрашивать белым цветом. На будущее валик нужно брать подлиннее. Иначе будут такие же косяки к у меня. Ляпов оказалось было много, и поэтому и занятие было очень-очень-очень-очень утомительным. Можно бы прям заснуть. Но работу старался довести до идеала. Да, кстати, так канал продает развиваться. На этот Новый год супруга подарила мне рельку. Леха, а что это? Ну, смотрите сами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и в конце все полностью покрываю лаком. Зачем? Во-первых, лак блестит, дает блестки, кладка смотрится еще красивее. Ну и во-вторых, эти стены можно мыть чуть ли не обычной водой. Ничего, кладки не будет и краски тоже. Не забываем поставить моднявые выключатели. Ну и теперь сравниваем то, что было. И теперь то, что стало. До новых встреч! На этом у меня все. С вами был смотрщик Леха. Не болейте, не скучайте. И до встречи!